приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас будет видео о покупках и подарках с выставки handmade expo выставка еще идет на сегодняшний день только второй день выставки когда вы посмотрите это видео это будет третий день выставки если вдруг вы смотрите это видео в пятницу 8 октября то приходите на стенд компании фрузилок я буду стоять там целый день и с радостью с вами пообщаюсь что-нибудь вам подскажу так что заглядывайте к нам а сегодня я тоже поеду еще раз на выставку но чуть чуть попозже сразу после того как сниму вам свои покупки и подарки очень насыщенный у меня был первый день выставки вы уже могли видеть видео с скажем так выставку выставкой моими глазами как я ее увидела также вы видели видео с рукодельной встречи которые больше чем видео с самой непосредственно выставки и сейчас я вам покажу с чем я ушла в общем-то с этого мероприятия то что вы уже можете наблюдать на своих экранах это вот такие вот два чехла для процесса я если честно давно хотела себе что-то такое такие такой конвертик мне очень нравится вот эта вот прозрачная вставка и я себе очень хочу пошить что-то подобное вернее ну не я себе пошить а отдать и не которая в общем шьет это все это just craft она была на стенде рукодельного сундучка и в общем я приобрела два вот таких вот конверта тут даже есть ручечка и вот уже можно нести или подвесить куда-то такая вот красота здесь внутри одно отделение просто можно что-то туда положить и вот такой вот красивый с цветами но этот такой осенний этот такой более весенне-летний буду пользоваться никогда у меня таких штук не было но всегда очень хотелось попробовать поэтому буду пользоваться этими и я думаю что в ближайшее время закажу себе у инны пошив еще одного но уже с моей вышивкой возможно даже мы сможем подобрать ткань к этой вышивке тоже на выставке там есть магазины тканей два как минимум там магазин cotton и магазин пуговки по моему и там тоже много тканей в общем если уже зашла речь о магазине пуговки там я тоже была я приобрела себе вот таких вот бубенчиков это для прикладных вещей для игрушек но вот эти вот цветные они конечно побольше чем я бы хотела наверное для игрушек пусть будут но все-таки вот таких вот мелких жалко что не было цветных наверное закажу такие с алиэкспресс вот такой вот в разброс такие маленькие бубенчики я думаю что они пригодятся и также там для одной схемы тоже для новогодней игрушки я заказала вот такие заказала купила вот такие вот пуговки здесь некоторые лицевой стороной некоторые нет вот такие вот сердечки пуговки там и кругленькие тоже были очень много было всякого такого но мне почему-то захотелось именно сердечки знаете я я просто не знаю куда мне 6 что мне дальше вам показывать потому что реально очень много всего купила я на подарок вот такой вот набор от жар птицы и возможно пойду сегодня еще прикуплю несколько наборов на подарок реально я увидела это был стенд муркиных рукоделок я увидела их в последний момент и как-то уже не было времени так что возможно сегодня пойду еще что-то там посмотрю на подарки на стенде абресарт мне дали вот такую вот штуку в общем это для тех кто никогда не вышивал абресарт схемы абресарт на ткани здесь вот такой вот комплект здесь органайзер черная канва иголка и вот схема дали металлик есть нитки что все что надо чтобы вышить вот такой листочек и он у них есть там вышит и можно посмотреть как он будет выглядеть спасибо очень интересная штука и также на стенде абресарт меня порадовали информацией и так я слышала об этом в инстаграм читала но как-то что-то забыла что они сейчас начинают постепенно к своим набором ниточным вводить qr-коды для скачивания схемы для программы кростич сага у них пока пока что по моему четыре набора такие но они работают над тем чтобы как бы все это дело продолжалось расширялась и я их всячески похвалила склада держите курс именно туда вы все делаете правильно но чтобы я еще могла сказать вы знаете насколько я хочу чтобы все производители так делали и у всех вышивальщиц был выбор вышивать им по бумажной схеме или вышивать им по электронной так у евгении колесниковой тоже вышли новинки и все эти новинки мне же я подарила честно вам скажу я у нее спрашивала о двух ангелах это ангел художник я думаю что я его подарю своей подруге карине скорее всего когда вышью и ангел путешествий мне очень понравился надеюсь что будет мне актуален также у меня появилась еще новиночка это ангел мира здесь вот такой вот голубь шармик здесь кстати у нас в путешествиях я даже не смотрела тут у нас вот такой чемоданчик куда ты так здесь у нас вот такой подожди дай прочитаем что-то вот чемоданчик здесь голубь художники у нас такой карандашик и также у меня появились еще новинки совсем-совсем свежие и хочу по моему даже нет нигде в интернете это вот такой вот кот голова кота у него нет и шармика в лапах даже диска в руках но у него есть фетровые ушки фетровый хвостик и две вот такие вот совсем новинки это не дерево это пластик причем какой-то такой специфический пластик необычная пластиковая канва какая-то чуть чуть более тонкая это у нас привидение у него такого фетровый хвост можно его видеть и пришелец у него вот такой вот как отобраз называется или как вот такая вот штука которая здесь будет вставляться в общем тоже интересные такие это же не ставят уже не совсем даже ангелы интересные такие игрушки наверное также у меня появились подошла ко мне на выставке моя зрительница и принесла мне вот это это остатки ниток дименшинс как вы видите она мне написала несколько дней до того типа марина у меня тут вот чуть-чуть есть присылает фотографию там весь стол этими дитками завален так что у меня теперь есть вот такое количество ниток дименшинс которые тоже в ближайшем будущем отправятся в мою коллекцию ниток я думаю что вот сейчас выдохнем выставку и на следующей неделе я уже приступлю к организации своих запасов не так дименшинс на стенде волшебной страны как-то я не сильно затарилась возможно потому что не так много новинок вышло вот в день кануна выставки да мы привыкли что вечером волшебная страна выставляет на сайт так знаете как это как грузовик с новинками переворачивается и ты заходишь и ты хочешь первое второе третье пятое десятое здесь как-то так не случилось у них вышли только обложки на паспорт и у них вышли органайзеры то есть там как деревянная такая коробка с деревянными бобинками и в крышку этого органайзера эти бобинки вставляются то есть их можно либо спрятать либо когда вы вышиваете их можно расставить в эту крышку я себе один такой органайзер хотела но к сожалению они их на выставку не привезли они привезли только выставочные вот эти экземпляры но я вроде как договорилась и вроде как в субботу они подвезут и у меня такой органайзер будет но я вам покажу его уже в вышивальной неделе и показываю вам его сейчас вот такой вот он будет и с стенда волшебной страны я ушла с еще одним органайзером для своей подруги и с так ну таким из старой серии и вот такой вот тыквой и с единственной игрушкой можете себе представить флк 384 это вот такая вот карета тыква очень прикольная будем вышивать к новому году также вы сегодня просто шок контент сейчас скандалы интриги расследования вы не увидите сегодня моих приобретений от торговой марки фрузелок потому что я просто блогер от бога их забыла на стенде непосредственно компании фрузелок понимаете этом сутки провела и в общем я их там забыла представьте себе что я сейчас показываю вам вот такие вот листочки от фрузелка они не очень большие это такая осенняя гирлянда они поменьше чем грибы они такого же размера как гирлянда новогодняя которая вышивала в том году скандинавский олень есть и есть вот эта вот маленькая такая гирляндочка с там разными тоже красно-белыми такими сюжетиками в общем это такого же размера а по-моему там на все фигурки 2000 крестиков так что справиться с ней можно быстро но она такая очень классная атмосферная и кстати таня использовала по моему рябину вышитую из этой гирлянды на выставке в качестве кулона и это тоже очень интересно смотрелось я подошла смотрю я понимаю что это часть гирлянды но это прикольно смотрится то есть можно даже использовать как кулончики потому что они небольшие то есть это не такое как не такая гирлянда как там грибы или овощи там где там знаете на пол груди этот гриб будет а здесь они такие маленькие деликатные так что вот такие вот такая вот у меня осенняя гирлянда и вот такая вот хэллоуиновская лошадка я их тоже скорее всего сегодня завтра заберу возможно даже сегодня посмотрим но это также были мои приобретения со стендов розелок также подошла я к стенду компании вероятно их давно не было на выставке я видела что люди прям атакуют прям грибут грибут думаешь что там делается у них такой огромный стенд я подошла я поснимала их стенд во всех подробностях вы можете посмотреть что там как в общем они дали мне каталоги каталоги такие кстати достаточно толстенькие я их еще вчера не смотрела реально не было времени я занималась монтажом и выводом видео для вас о выставке и о встрече я посчитала на протяжении девяти часов с шести вечера до трех часов ночи я вчера занималась этим всем прекрасным делом youtube такие заблокировал впервые видео о выставке из-за авторских прав на музыку которая играет на выставке вот так вот играет она каждый раз но вот сейчас нашла коса на камень и таки случился тут тот раз когда видео заблокировалось и мне пришлось все переделывать что было сами по себе сами понимаете не очень весело но куда куда было деваться в общем здесь каталог для вышивки бисером на ткани каталог для вышивки бисером по дереву также мне дали еще вот такой вот буклетик с самыми популярными товарами другого марки верена у них вот эти вот раннеры такие на стол их даже несколько это понимаю надо будет посмотреть но там на выставке была представлена был представлен какой-то один там стоял стол они очень красиво сделали там стоял как будто бы накрытый стол с вот этой вот дорожкой со стаканами там по моему или нет не со стаканами там салфетки и там были вот эти вот штучки для салфи кольца для салфеток в общем интересные вот эти сумочки были короче кому интересно зайдите посмотрите в мое видео этом все рассказывала и на станет со стенда верены я ушла с вот таким вот пряником их можно было приобретать каждый ну типа один и пряники там так также были комплектом то есть можно было купить комплект из трех пряников мне больше понравился вот один такое сердечко с ягодками приобрела я его тут у нас деревянная игрушка высота ширина в набор входит лента 30 сантиметров фигурный фетр то есть набора выглядит у нас вот так здесь у нас сама заготовка видите на нее уже нанесена клетка и есть фетр но прикол в том что здесь есть указанные номера в их нужное количество но прикол в том что вот я даже здесь сейчас вижу надпись что количество бисера указаны на две стороны дело в том что практически все игрушки от торговой марки верена которые были представлены на выставке были вышиты с двух сторон я спросила у девушки как это делается каким образом сначала вышивается одна сторона потом другая или это делается параллельно и она сказала что это делается параллельно сначала одна сторона а потом какой-то то есть сначала типа бисеринка с одной стороны а потом какое-то вот единственное что я не запомнила то ли холостой стежок куда-то в сторону то ли еще какой-то стежок куда-то в сторону короче она сказала что там есть внутри инструкция но как вы видите бисер в комплект не входит и я если честно поражена подобному формату продажи наборов потому что игрушек вот этих вот маленьких там есть вартеп там очень много там санта по моему даже несколько санта там санта и дед мороз там огромное количество фигурок я я не рискну даже их посчитать их там я не знаю штук 60 может быть больше скорее всего больше может под 100 и каждой вот этой вот заготовочки деревянной они отдельно продают комплектик бисера то есть на нем прямо написано вот здесь написано и дн 091 и здесь написано 091 то есть вот это вот дичайшее количество заготовок и к этому дичайшему количеству заготовок у них есть коробочка я просто не представляю сколько у них этих коробочек если сегодня буду мимо проходить я посмотрю потому что ну судя по всему как вы понимаете много я не уверена насколько это конечно удобно для производителя но вот вот так вот в общем не просто дам его можем собрать комплект а вот он уже есть вот его можно приобрести я сразу приобрела чтобы не то у меня не ли не пролежалось семь-восемь лет а чтобы я сразу его вышила и мне очень понравилась сама вот это вот коробочка без бисер чешский нытка для вышивки бисером и иголки в общем а здесь была наклеечка здесь наклеечка здесь когда их отрезать коробочка делает вот так то есть это все вот так вот заезжает выезжает ничего не надо нигде открывать от к выливать потом закрывать но просто ездит и здесь у нас комплект бисера снова такие на две стороны уже в пакетиках с конкретным номером который соответствует вот этим вот номерам который здесь иголка и нитка класс мне кажется что это здорово так что надеюсь что в ближайшее время я вышью вот такой вот пряник что дальше дальше вообще произошла очень интересная история я не популярных рукодельных магазина это лолитка и марешка мне кажется ну практически любая рукодельница которая приезжает во львов но это знаете как у нас дело святое при пойти туда туда в общем я там была несколько раз и в одном другом магазине и вот недели три-четыре назад я там по одному делу списалась хозяйкой магазина марешка натали мы с ней там поговорили решили один вопрос и все по мило пообщались и вчера на выставке около какого-то стенда ко мне подходит девушка берет меня за руку марина это да да она горит это я из магазина марешка мне настолько было приятно знаете вот вот опять же развиртуализация то есть так ты видишь человека там где-то в инстаграм общаешься опять же там тыкаешь клавиатуру а тут вот живой человек пожалуйста вот он приехал это было настолько классно я настолько рада была познакомиться мы постояли несколько минут поговорили и я получила вот такой вот подарочек я его оно было в правильной ориентации просто ну и чьи-то шаловливые руки вы же понимаете уже туда залезли и посмотрели что там лежит я если честно видела уже у других рукодельниц такое тоже себе хотела и вот у меня есть вот магазин марешка его адрес телефон мне очень нравится вот этот слоган магазина вышивать и модно вышивать модно мне кажется это действительно так и должно становиться только моднее если можно так сказать потому что действительно вышивать это модно вышивать это дни в коем случае не стыдно это не то с чем надо где-то прятаться где мы хотим там мы можем вышивать это к слову до вышивки на публике тут у меня вот такая вот кава зельвова львовский кофе обязательно это надо выпить здесь у меня вот такая вот сумочка это такая эко сумка как нас называют турбинка как сказать турбинка на русском ну короче сумочка на которой тоже написано вышивать модно и баточек мулине и также еще вот такая вот штука с любимому клиенту и у меня теперь есть вот такой вот магнитик на котором тоже написано вышивать модно спасибо еще раз огромное я не раскрывала прямо там у нас как-то очень быстро произошла наша встреча но я открыла дом и я безумно порадовалась спасибо я очень сильно надеюсь что я смогу побывать во львове хотелось бы конечно прям ближайшее время но как сложится потому что я уже соскучилась кто был во львове тот понимает что это своя абсолютно уникальная атмосфера и ну ездить туда конечно не устаешь так что когда приеду даже не буду говорить если когда приеду обязательно первым делом загляну к вам что еще у меня было от нины которая в учрестнины и обсуждали как как мне тебя называть по фамилии или только по имени или по нику в инстаграм в общем надо будет что-то придумать не на которая красит ткани которая делает мне перенаборы она вчера приезжала на выставку вообще у нас было огромное количество человек из разных уголков украины у нас даже есть там две женщины которые живут одна в луганской области 1 где-то по моему вот я сейчас не буду говорить чтобы соврать но где-то очень далеко они друг от друга живут и они встречаются на выставке вот они видятся на выставке из харькова было очень много людей причем такая достаточно большая компания приехавшая вместе и еще люди отдельные которые приехали то есть они ехали там разными поездами на все из харькова из из многих городов реально из многих городов вот не на приехала из харькова тоже с компанией девочек опять же развиртуализация была очень круто встретиться и более того встретиться они на у меня не сутки вечер и ночь скажем так пожила она меня очень сильно поддерживала вчера когда я с этим видео мучилась она я пыталась ее уложить спать и говорила иди все не жди я буду сама ждать пока выведется это видео там три часа ночи иди спать а склонет я не пойду я буду тебя отвлекать чтобы ты не хотела спать чтобы ты дождалась пока загрузится это видео чтобы точно убедиться что с ним там все в порядке поэтому вышивали недели вы увидите кусочки и с ниной из мы рассматривали мои новогодние игрушки открывали и что мы еще делали короче о чем-то мы там разговаривали короче вышивали недели это все будет и я также не осталась без подарка от нины у меня теперь есть вот такая вот ткань смотрите какая потрясающая единственное что и пока что под нее не подобрали сюжет это принтованная основа это судя по всему лен надо спросить у нины какой я уверена что она мне вчера говорила но я человек который вчера находился в состоянии условной адекватности поэтому нужно будет еще раз у нее спросить она с блеском и конечно сам рисунок просто очень крутой нужно теперь под нее что-то подобрать такое классное вы знаете и мне здесь видится я где-то у кого-то встречала по моему даже у светлана сечкарь если мне не изменяет память такая какая-то кружка по моему даже красная из нее торчат какие-то вот эти вот вафельные конфетки маршмеллоу рядом лежит вот что такое мне кажется что это будет здорово смотреться на такой основе зимней с блеском в общем я обязательно загляну может даже сейчас когда буду монтировать это видео загляну вот такая вот красивая ткань у меня теперь появилась так что еще еще также была девушка так где я дело визитку от меня сбегают вещи только что была тут и как сквозь землю провалилась то в общем я нашла идея сама по себе была простая одновременно и гениальная девушка пришла на рукодельную встречу и просто на рукодельной встречи на столе так невзначай поставила коробку полную маячков для ножниц и идите вдевателей вот это просто нужно поставить правильную вещь в правильном месте идея вот вот просто гениальная вот я покажу вам визитку этого магазинчика скажем этого мастера наталья судя по всему это автор моего самого любимого маячка для ножниц я и не знаю я его просто обожаю сказать там такое такая золотистая калибри внизу и залезла я в эту коробку и что же я что же я как же же я уйду до без в общем я приобрела вот такой вот маячок видите здесь котик такой красивый с камушками с таким сердцем вот такой вот сейчас я не знаю может быть их подоставать давайте я наверное их достану так еще раз покажу вам вот этот вот только уже без пакетиком вот такая кошечка потом вот такой вот нежный смотрите какая здесь красивая бусинка сверху такая и расписанная вот смотрите какая красота это же может быть такое тут такая бабочка и колокольчики и я не могла не взять вот этот потому что я обожаю авантюрин вот этот камень песочный камень его еще называют очень красивый я его с детства люблю и мне очень сложно мимо него пройти так что вот такие вот три маячка я приобрела еще не на выставке но на рукодельные встречи так также у меня появилась заготовка от торговой марки моричка вот такие вот ракушки у меня есть здесь прикол в том что они вышиваются не только бисером но и декоративными элементами разными здесь вот видно здесь белые бусины жемчужные 4 миллиметра золотые два вида таких пришивных камней ромбовидных и два вида пришивных камней круглых мне на стенде моричка тоже этих камней насыпали причем насыпали так насыпали не пожалели так что у меня есть все для того чтобы вышить эту ракушку но кроме бисера но бисера здесь есть номера поэтому я думаю что я как-нибудь с этим делом разберусь но она висела на выставке и выглядела очень классно так мы с вами уже судя по всему подходим к концу я вам не показала еще две две коробки конфет мне подарили конфетки тоже мои зрительницы за что вам огромное спасибо тут прям целый огромный набор причем мы вчера с Ниной смеялись я говорю посмотри откуда конфеты а конфеты из Харькова короче вчера был просто какой-то день города Харькова у нас в Киеве я вчера познакомилась с самым большим количеством харьковчан которые наверное вот за всю мою жизнь и то что вчера абсолютно неожиданно я очень надеюсь а нет подождите стоп до неожиданно мы еще не дошли у меня здесь еще пакет с подарком это все был подарок от одной девушки на рукодельной встрече она подарила мне вот такой вот наборчик от волшебной страны здесь кстати тоже бусинки как в Снегире прошлогоднем воробушек я так понимаю классный спасибо большое обязательно его вышью также наборчик Милхилл очевидно она услышала что у меня мало осталось Милхилл а вот и маленьких наборчиков теперь у меня кстати нет ни одного набора Милхилл такой вот формы там целая серия вот они у меня такого нет еще ни одного так что обязательно тоже буду вышивать вот такие вот конфеты я так понимаю они тоже где-то на выставке продавались мне кажется я их видела они без сахара какие-то натуральные конфеты надо будет почитать очень интересно обязательно буду пробовать тут еще вот такая вот подставка я так понимаю что это чтобы сделать игольницу то есть на вот эту вот штуку делается подушечка и сюда вставляется и получается такая как игольница а также на выставке продавались вот такие вот штучки это такие как маленькие обережки они там были всякие разные вот мне достался вот такой они с такими какими-то мотивационными надписями приятными мне достался вот такой просто прелесть вот такой вот судя по всему мопсик классный и там еще есть магнитик и у него еще и хвостик есть и лапки какая прелесть в общем я думаю что скорее всего таки будет у меня на холодильнике сейчас прицеплю еще у меня появилась еще одна брошка от Абресарт вот такой вот зайчик с пушистым хвостом так что ждет меня сборка еще одной броши и то что она делала своими руками это вот такая вот тыква тыква из какого-то я так понимаю велюра скорее всего она очень приятная на ощупь такой вот здесь как это называется хвостик как это называется это место у тыквы и здесь несколько пинов здесь вот такие вот булавочки с черными головками и вот такие вот пины сейчас как вам показать вот посмотрите какая красота давайте я может быть отсюда достану и вот как-то вот так смотрите какая красота осенняя такое ощущение что там вот что-то залитое каким-то стеклом и оно там вот внутри такой желудь ну это очень красиво смотрится и вот такой вот второй тоже желудь уже такой более оранжевый красота я у нее спросила продает ли она их она сказала что нет но не исключено что она передумает когда-нибудь будем держать руку на пульсе но теперь у меня появилась вот такая тыква и такие классные пины и также уже последняя честно-честно мы закругляемся это фирма которая я так понимаю только-только появилась и только-только вышла на украинский рынок мы даже в день застройки ходили там с этих с разных стендов переговаривались типа кто это что это что они продают потому что было абсолютно непонятно они там затягивали стенд каким-то золотым какой-то золотой тканью мы такие что это и в общем я вчера подошла и просто так и спросила что это мне рассказали у них продаются во-первых органайзеры и там разные тоже деревянные но меня больше всего интересовали новогодние игрушки там стояла елка полная вот этих вот новогодних игрушек там были бантики там были конфетки там были какие-то в форме подарочка короче очень много всего стояла вот эта вот наряженная елка я подумала что это игрушки вышитые бисером на пластике но когда я подошла и потрогала все это дело я поняла что оно какое-то очень странное на ощупь мне сказал представитель компании что это полиэтилен высокого давления с перфорацией я даже себе это дело записала в общем я приобрела два вот таких вот набора от компании golden key это 3d декор это в моем случае конфета и вот такой вот бантик что-то мне подсказывает что конфета будет собираться быстрее с бантиком будут большие сложности я все это вышивается на одном отрезе вот этого полиэтилена и потом по схеме собирается мы открывали уже вчера с Ниной этот набор сделан в Украине кстати вот сайт спрашивали многие сайт вот он давайте с вами прямо сейчас посмотрим потому что мне очень хочется показать вам как все это выглядит внутри я вчера уже все это рассматривала и есть у этого набора несколько очень интересных плюсов действительно чего-то что очень классно я еще других не видела но также есть и минусы в общем не знаю пока не начнешь вышивать не узнаешь понятное дело значит что мы здесь имеем мы имеем вот такую тоже пластиковую планшетку на которой у нас прикреплен бисер у нас будет три цвета бисера здесь также есть ленточка и такое колечко интересно кстати для чего ну очевидно чтобы сделать из этого игрушку здесь у нас вот прописаны цифры видите один три тут вот два четыре как из трафарета все прикреплено ну прикольно сделано и также здесь есть инструкция и сама заготовка сама заготовка о вот сейчас вы ее хорошо видите сама заготовка выглядит вот так это действительно вот похоже на какой-то уплотненный такой полиэтилен очень интересная на ощупь такая мягенькая легенькая абсолютно невесомая она с перфорацией вот видите эти дырочки и здесь есть очень интересная деталь я даже не знаю может быть найти что-то темное на чем вам это все показывать нашла самое темное нет явно не достаточно темное так может быть нам послужит в этом крышка от органайзера волшебной страны ну скорее всего да вот мы видим перфорацию она есть вот здесь вот по краю она есть здесь здесь на этой перемычке и вот снизу как бы ее тоже чуть-чуть есть что мне понравилось в этой заготовке это то что здесь очень интересно обозначена лицевая и изнаночная сторона заготовки вот мы видим схемка единственное что схема очень мелкая я вчера открыла я не поверила своим глазам что может быть настолько мелкая схема почему не попробовать как-то это вот в такой ориентации вместить зачем такой огромный ключ схема ну 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 просто я не знаю размером с икру какую-то мельчайшую я понимаю что здесь три цвета но все равно что мне понравилось что здесь очень интересно отмечается лицо и изнанка потому что мы должны вышить вот эти четыре части четыре этих узора на как бы лицевой стороне а вот эту вот эту перемычку вышить на изнаночную чтобы когда мы будем собирать бант как бы мы будем завязывать оно перевернется и чтобы бисер был с правильной стороны лицевая и изнаночная сторона отмечена вот таким вот человечком человечком вот у нас есть этот человечек вот он видите он тут держится за нижний край заготовки и соответственно изображает что если он слева то это изнанка если он справа то это лицо вот пожалуйста я такого еще никогда не видела и это действительно очень прикольно в общем да мелкая схема не очень мне понравилось и не очень мне понравилось то что эта заготовка несмотря на то что она комплектуется бисером и комплектуется ну соответственно самой заготовкой схемой лентой даже она не комплектуется банально ниткой и иголкой то есть здесь нет здесь рекомендуется вышивать монониткой но ее в наборе нет ни мононитки ни иголки ну не у каждой первой рукодельницы что-то мне подсказывает есть мононитка ну то есть обычная бисерная как бы еще с большей вероятностью ну прям вот мононитка я сомневаюсь поэтому мне кажется это недоработка не столько там стоит та иголка чтобы ее не вложить в набор и схема для сборки ну здесь тоже надо будет разбираться то есть вот у нас этот бантик вот поверьте на слове я его держу в руках вот он человечек справа и кстати тоже я почему-то хотела вот так вот типа вот это первый, второй, третий, четвертый шаг но мне не нагорит нет типа это первый, второй вот это третий, четвертый я почему-то вот думала что вот так вот поэтому тут бы тоже эти шаги если честно подписать один, два, три, четыре чтобы можно было разобраться короче как-то мы разобрались что вот его надо вот так вот сложить здесь как-то сшить тут вот такие вот две детали как-то это все надо прошить между собой потом завернуть вот эту вот вещь оно конечно такое все тоненькое что его просто банально страшно что ты его что-то сделаешь вот как-то вот так вот это надо завернуть так я почти сделала так не это еще раз человек с этой стороны вот так вот вот так вот сшиваем ну понятно может быть это будет полегче потому что оно уже будет вышитое а не такое вот тоненькое невесомое вот это вот берем перекидываем на обратную сторону и вот у меня получился бантик видите мне кажется видите давайте еще вот так вот вот видите вышел бантик я сложила дай бог когда я буду это собирать это будет так же легко но опять же оно настолько легкое невесомое во-первых я не представляю как на этом вышивать вот то есть как физически происходит данное мероприятие то есть оно же все вот оно гнется гнется абсолютно все гнется во-вторых когда ты вышлишь уже одну часть она будет тяжелая она будет перевешивать в другую сторону короче пока не попробуешь не поймешь в общем мне очень понравилась вот эта вот сама идея они выглядят очень красиво очень оригинально о здесь кстати видно зачем ленточку а тут как-то пока нет очень красиво очень оригинально это все смотрится действительно новый производитель это классно но вот есть несколько моментов о которых я бы на месте производителя задумалась по поводу во-первых мелкой схемы во-вторых ну нумерация шагов ну как бы тоже не помешала бы но нитку с иголкой ну вложи вложите вы на нитку с иголкой ну это ж это ж вас не разорит честно по-моему наборчики по 160 гривен стоили если мне не изменяет память но опять же я показывала сайт можете зайти посмотреть очень интересно действительно что-то новое я с таким еще никогда не работала я такое ничего еще никогда не вышивала скорее всего в ближайшем времени тоже займусь потому что интересно плюс за задумку плюс за вот этого вот человека обозначающего лицо и изнанку потому что у такой пластиковой заготовки прозрачной абсолютно это было бы сложно определить но сборка покажет вот что я вам могу сказать но идея безусловно классная на этом пожалуй я буду уже закругляться я рассказала и показала вам все делитесь в комментариях что вам понравилось были ли вы на выставке или возможно вы посмотрели видео с выставки и что-то тоже захотели себе приобрести будет очень интересно это все почитать а на сегодня у меня все спасибо всем огромное за внимание удачи вам и творческих успехов пока